Всем привет, мои дорогие кошечки, зайчики, мои вкусные леденицы, я вас так люблю. Добро пожаловать на мой YouTube-канал Рустем Бьюти. Меня зовут Рустем, это прекрасная Оля. Оля, у меня есть определенная традиция на канале, и я хочу попросить тебя описать себя в трех словах. Всех всегда это ставят в затруднительное положение, но мне кажется, это нужно ответить. И предупреждать. Нет, я не предупреждаю об этом. В трех словах в плане чего? В себя, как ты себя позиционируешь и несешь в этот мир? Жизнерадостный, позитивный, целеустремленный человек. Все, нет, жизнерадостный, позитивный, целеустремленный. Все, молодец. Три слова, да. Ну ладно, вы сегодня спросите у меня, почему я в очках, а я вам скажу. Я сегодня крайне плохо выгляжу, и мне сказали, что я похож сегодня на кого? На грузчика, так что сегодня с вами бьюти от грузчика Рустера. И ситуацию будет спасать моя техника в макияже и прекрасная Оля. Посмотрите, какая у меня шикарная Оля. Сегодня я выхватил просто шикарную Олю. И как я вам сегодня обещал, мы будем, я вам буду показывать технику нанесения. Ладно, я сниму очки, выгляжу как пидораска. И сегодня я с вами поделюсь рецептом создания довольно-таки идеальных, очень классических, но немного модернизированных мною, классических модернизированных. Какая-то автология, да, блин, девочки? Масло масло. И мальчики, масло масло. В общем, сегодня мы будем с вами делать классически модернизированные черные смоки. Что нам нужно для этого? Кто-то делает при помощи матовой черной помады. Это не у всех есть, поэтому у меня есть черная матовая помада. Но мы немножко упростим и будем делать в карандашной технике. Но при этом карандаш должен быть мягкий и который легко тушуется. То есть, каялы нам не подойдут. Нам нужен карандаш, который именно пластичный, мягкий и хорошо подается растушевке. Что я вам могу посоветовать? Сегодня я хочу выстраивать форму. И в качестве базы у меня будет карандаш от бренда Шуга. Где его найти? Торговая сеть Литуаль. Их почему-то очень быстро разбирают. Но мне, в принципе, нравится. Это какой-то бразильский бренд. Я не знаю, откуда он вылез. Просто Литуаль, видимо, выкупила дистрибьюцию. И поэтому сегодня... Да, это может быть любой мягкий карандаш. Вы понимаете, о чем я надеюсь? Оля. Оля. Кстати, Оля, у меня есть новая подружка. Оля с Ростова-на-Дону. Я ее очень люблю. Передай. Оле с Ростова-на-Дону привет. Привет, Оля. Почти землячка. Ну да. Ну, она просто из Бурятии. Там недалеко. Там автобус у тебя выезжает. Да? Ну ладно. Нет, Калмыкия. Калмыкия. Ой, не в Бурятию. Что, я привыкла. Калмыкия. Я беру консилер. Это джейд. И просто точку на глаза. И растушевываю пальчиком. Для чего это мне нужно? Для того, чтобы не наносить базу. Ну, потому что, опять же, у многих, многие не вдупляют, что такое база для теней, нахера она нужна. Я скажу, нужна. Но если у вас нет ее под рукой, с этим может помочь справиться обычный консилер. Хотя, многие скажут, дорогой, что такое консилер? Я скажу, тогда покиньте мой YouTube-канал, если вы не знаете, что такое консилер. Как бы, да, мы не церемонимся, мы как... Мы люди не гордые. У нас в салоне шумно. Вот мне кажется, мне потом дома придется накладывать видео, сверху видеозвук. Я так не люблю, знаете, вот это, когда ты дома такой уже, все спят, 4 утра, и ты шепчешь твой компьютер на микрофон. Тестушевый, черный карандаш. Это всегда выглядит неживо, и вы такие видео не любите. Поэтому я буду кричать в микрофон камеры, чтобы вы меня услышали. Мои зайчики-писечки трехомонадные. Они у меня просто очень такие лояльная публика. Они любят, когда их обзывают. Вот мои подписчики, они любят, когда они какие-то нестандартные, неформальные. И они любят вот это вот, знаешь, панибратство. То есть я всегда знаю, как с кем можно. И с вами, мои дорогие, можно дать я вас поцелую в носик. Прошу модель расслабить глаз. Сейчас я буду прорабатывать верхнюю слизистую. Мы расслабляем глазик. Расслабила? Вот так, чтобы тебе туда залететь можно было. Ну, понимаешь, да, о чем я? Расслабили глазик, и небольшими движениями я начинаю прорабатывать межресничку. Запомните, если мы делаем смоки, значит нам нужно по максимуму заполнить все слизистые и межресничное пространство. Иначе будет касаться, будто это не смоки, а будто вас подбили. И вы такой титаник идет ко дну. Я прорабатываю карандашиком слизистую и постепенно начинаю выходить к межресничному контуру. Карандаш этот очень мягкий. Открываем глаза, и он может отпечатываться на нижнем веке. Тут мне не страшно, мне нужны черные смоки, поэтому хай отпечатывается. Теперь закрываю глаз модели, и начинаю заполнять подвижное веко карандашом. До какого момента? Сейчас посмотрим. Все всегда индивидуально. Приблизительно мы должны заполнить 75% подвижного века для построения дальнейшей формы. Что такое некомфортно? Все хорошо? А вот, видите, мы ставим пятно, и начинаем его синтетической кисточкой оттушевывать границу и выстраивать форму наших ебенейших смоки. Да, сегодня у нас с вами по программе ебенейшие смоки. Девочки, мальчики, у нас в салоне люди к нам больше не вернутся, потому что я себе позволяю много сегодня. Нет, ничего, вы любите, да, это мои девочки, мальчики. Я ненавижу, когда в бьюти-блогах обращаются девочки, девочки, а мальчиков не хочется сразу выйти. Тебе нет? Нет? Я не категорична. А я, кстати, мне многие говорят, что я излишний категоричный. Мне это нравится. Видите, да, что я делаю? Карандаш очень податливый, очень мягкий. И тут вы рискуете растушевать в грязь. То есть я потом это буду в дальнейшем еще консилером все подправлять. Но вот я тушую и простраиваю форму. Форма у смоки может быть разной, но не советую делать круглые фонари. Иначе это улица разбитых фонарей. И сейчас будет ставлена песня вот эта. Я простроил вот такую вот фиговинку. Что я делаю дальше? Дальше мне нужно, потому что карандаш, текстура карандаша, она нестабильна. Он будет мигрировать по ее лицу, пока она будет моргать. Он будет забиваться в ее морщинки на глазах. Ну так как она моргает, у нее, ясное дело, есть заломы. Поэтому нам необходимо зафиксировать продукт при помощи теней. Я сегодня буду работать палеткой от Анастасии Soft Glam. Все мы ее знаем, все мы ее очень любим. И беру плотно набитый бочонок и черный цвет. То есть я начинаю работать сразу с черного оттенка. И заполняю 75% подвижного века черным матовым пигментом теней. Вы, многие спросят, Рустем, почему ты сначала оформил лицо и только затем начал рисовать черные смоги? Потому что я считаю, что для идеального построения лица... То есть если мы сначала нарисуем глаза, а затем лицо, у нас не получится настолько досконально прорисовать лицо. То есть не будет той коррекции, которая нужна. Поэтому я всегда стараюсь сначала сделать лицо, а затем с минимальными, скажем так... Потому что тени любят осыпаться. И да, они осыпаться будут. Поэтому я лучше затем дополню, но не буду делать наоборот. Потому что мне кажется, что так... Да не мне кажется, так делать правильно. Нужно работать чисто и следить за своей тушевкой. Следить за тем, чтобы ничего не осыпалось. Подбирать правильные продукты и все тогда у вас будет хорошо. То есть видите, я подвижное веко заполнил черным. И как бы перекрыл карандаш. Цвет стал еще более насыщенным и еще более угольным. Что мы делаем дальше? Мы берем уже кисточку для растушевки. Вот такую вот. И я беру второй оттенок, коричневый. Понятное дело, черный нам никак по-другому не вывести. То есть либо мы тушуем в стерую историю, либо мы тушуем в коричневую историю. Я сегодня пойду более классическим путем. И буду выводить в кожу черный при помощи коричневого. Я ставлю на границу цветов. А можно я тебя попрошу подержать палеточку? Спасибо. Я ставлю на границу. И начинаю растушевывать границу. Это будет один из первых оттенков. То есть вообще я буду использовать 3-4 оттенка. Для того, чтобы все деликатенько тушевать. И вот такими вот движениями, вам видно, начинаю разбивать границу черного. То есть мне нужно добиться плавного перехода из черного в коричневый. А в дальнейшем из коричневого в телесный. И из телесного цвет кожи. Я люблю, когда тушевка уходит к виску. Поэтому я уже начинаю выстраивать форму. И глазки превращаются из фонарей, чтобы более красивые. Да, девочки-малечки мои вкусные. Самые красивые зайчики любимые. Вот видите, у меня уже нет такой четкой границы. Но этого мне мало. Сейчас это выглядит странно, потому что я еще буду прорабатывать яйсенпень и нижнее веко. Но уже начинает становиться лучше. Теперь беру другую кисточку. Возьму вот такую. И беру оттенок еще светлее, который называется Рустик. Прикиньте, да, оттенок в палетке называется моим именем. Просто прекрасно, обожаю его. Как бы мне Анастасия создала для меня оттенок. И начинаю разбивать границу. И делать тушевку еще более мягкой. Видите, вот тут вот я накосячил. Тут я чуть-чуть высоко забрался. Это все поправимо при помощи консилера и ватной палочки. И начинаю потихоньку растушевывать, растушевывать. И еще делаю более мягкий переход в коже. То есть, если посмотреть так, у меня, в принципе, тушевка должна заканчиваться где-то на границе окончания бровушки. То есть, я люблю такие вытянутые. Нам тогда не нужно будет рисовать стрелку, потому что тушевка все сделает, в принципе, за вас, мои котятки небесные. Мои лемурчики вкусные, сладкие абрикосы. Люблю абрикосы. Оттенок светлый тут с шиммером. Видите, он с блесточками. А мне нужен матовый светлый оттенок. Поэтому я беру палетку Наташеньки. Мы не закрываем эту палетку. Держи. Я беру палетку Наташеньки Деноны и беру вот этот светлый оттенок. И при помощи него я буду растушевывать вот тут под бровкой и смягчать мой макияж еще больше. То есть, видите, я как бы работаю и сверху, и снизу, смягчая свои прекрасные черные угольные смоки. И вот тушевка становится еще более незаметной. Открываем глазик. И еще более красивее. Видите, перетушевал. Опять возвращаюсь к кисточке потемнее и чуть-чуть дополняю. Там, где я перестарался. То есть, вот эта часть, орбиталь, у нас должна быть черной. Не черной, а точнее концентрация цвета должна быть высокой. Поэтому иногда мы можем лохануться, девочки-мальчики. Пока это выглядит странно, но с нижним веком это будет все более-менее выглядеть красиво. И то уже видно, как вытянулась форма глаза, и глаза визуально в дальнейшем станут больше. Давайте я сейчас сделаю такую же историю на правом глазике и вернусь к вам, мои вкусные. Сейчас мы начнем работать с нижним веком. И тут главное, что нам нужно сделать. Нам нужно затемнить столько, сколько нужно. Но если этого сделать мало, будет выглядеть как... Ну, как у нас, видите, по объему очень много верхнего века. Яркого, темного. Нам нужно сделать в меру много и снизу. Потому что если сделать мало, то будет выглядеть, ну, неком ильфо. И нам нужно найти золотую середину. Как мы ее ищем? Мы должны попросить модель улыбнуться. Улыбнись. И вот эти... Вот сильно, утрировано. И вот эту вот ямочку, видите, которая выделяется. Вот до этих пор мы можем тушевать. То есть, это, как говорится, знают многие. Поэтому я беру, опять же, черный карандаш. Смотрим наверх. И закрашиваю слизистую. Уголок верхний, нижний. Везде, где не попал. Также межресмичное пространство. Заполняю черным карандашом. Не забывайте, пожалуйста, про внешний угол, нижний глаза. Потому что очень часто именно туда не докладывают света. И получается непонятный эффект. То есть, вот тут вот. Вот тут вот. У нас должно быть особо ярко и особо темно. Вот видите, я вот так вот дополняю. И что, теперь я начинаю оттушевывать эту историю. Могу я это делать плоской кистью, могу это делать бочоночком. Я возьму бочоночек, свой любимый. Начинаю растягивать карандаш. Сильно низко не спускаюсь, а вот по чуть-чуть. И сейчас я начну наносить туда черные тени. Беру опять черный оттенок. И начинаю как бы припечатывать, запечатывать карандаш. Чтобы он никуда не девался. Как вы видите, тени у меня почти не осыпаются. Это важно, чтобы не сделать панду. То есть, я вот эту часть перекрыл. А дальше этой же кисточкой, чуть-чуть ее очистив. По-хорошему, вторым небольшим бочонком. Но второй мне мой не нравится. Поэтому я беру коричневый оттенок. И начинаю растушевывать его. И начинаю растушевывать наш глазик. Видите, уже выглядит красиво. Вот сюда добавляю черного, потому что мне мало. Тут должно быть цвета много. И что я делаю дальше? Дальше я беру кисточку пушистую. Набираю вот этот оттенок. Смотрим наверх. И начинаю еще больше втушевывать коричневым. Опять же, форму я буду подправлять при помощи консилера. То есть, видите, я создаю градиент и делаю оттяжку. Движения направлены на то, чтобы создать форму единую. То есть, мы как бы соединяем два глазика. Посмотри в камеру. Видите, вот тут вот чуть-чуть мало. Мне сюда нужно добавить черного. Поэтому я возвращаюсь опять к бочонку. Набираю черный. И вот такими вот пятнышками ставлю черные пятнышки. И в дальнейшем их начинаю тоже тушевать. И такими круговыми растушевочными движениями создаю единый, такой красивый хвостик. И уже не выглядит так несуразно наше активное верхнее. Видите, вот сюда хочется еще цвета. Мало. Примерно вот так. При этом верх мы чуть-чуть будем убирать. Затемняю также вот здесь. И смотрите, я сейчас все то же самое сделаю на втором глазике и вернусь к вам. Я беру консилер. Возьму десятый от... Ты будешь фокусироваться, козлина? Возьму десятый от Catrice Liquid Camouflage. И смотрите, что я делаю. Я точечками прохожусь вокруг наших с вами построенных смоки. Ну и там, где возможно куда-то осыпались тени. Ну или где мне нужно добавить плотности. Затем беру кисточку и начинаю подчищать форму. Кисточкой я вот как бы еще тушую консилером наши прекрасные смоки. Почему-то осыпаться они стали именно сейчас. Пока я работал не было, а сейчас что-то мне хочется время где-то... Ну вот это, знаете, подговнить мне решили. Тени в конце пути. И подговнили хорошо. Подговнили хорошо, но при этом все у нас с вами красиво. Кошечка сегодня пойдет ловить кота для создания кошачьей жизни. Не, почему-то карандаш комкуется. В принципе, не, прикольно выглядит. Видите, то есть я еще более... Откуда там черное берется? Не было. Короче, этот карандаш... Немножко, давайте забегая вперед. Он... Я не знаю, что это осыпается. Конечно, сейчас не хватает ресниц. Мы еще добавим на подвижное веко какой-нибудь сияющий ацена. Его же добавим в уголок. И давайте нанесем на подвижное веко... Давайте серебро. Ты за серебро? На подвижное веко из палетки Наташи Деноне нанести оттенок Center Eye Light. Вот такой вот красивый в своче. Фокусироваться будем? Алло. Нанести на серединку бликом. Мы разбавим наши смоки таким вот прекрасным акцентом. И нанесем его же в уголок. Не знаю, как это будет все смотреться, котички мои. Сейчас растушую и пойму. Как будто ее поцеловал серебряный король. Ну, что-то интересное, непонятное. В принципе, прикольно. Почему бы нет? И смотрите, теперь вот этой кисточкой возьму тоже серебро и нанесу в уголок. Смотрим в ту сторону. Ну, чуть наверх. Теперь в ту сторону. Мы добавили красивого металлизированного серебристого оттенка в уголок глаза на подвижное веко. При этом создали красивые акценты, которые немножко разбавляют такую черную, как-то я называю, морговую историю. Не морг, как я называю, трагичную. Когда скорбные черные глазки превратились в такой легкий корпоратив, знаете, корпоратив Бурятии. Убрали драматизм. А? Убрали драматизм. Нет, драматизма хватает. Драматизма хватает. Сейчас мы с вами наклеим ресницы, прокрасим их. Это обязательно. Без этого глаза будут смотреться пустенько. И вернемся к вам, мои кошечки, и обсудим, что еще у нас с вами сегодня интересного. Вот такие вот у нас получились в итоге. Насыщенные черные смоки с акцентом на подвижное веко и на внутренний уголок глаза. Какой у нас акцент при помощи металлизированного серебра? Губы. Я даже не стал прорисовывать границы. Я нанес карандаш на полностью все губы. И мы в дальнейшем нанес блеску Тордеко в нюдовом оттенке. Потому что сюда красные, понятно, что нет. Какие-то нюдово, ярко выраженные, то есть какой-то ярко-розовый, приглушенно-персиково-розовый. То есть мне не нужно было больше никакой графичности. Губы должны быть в таком легком минимализме и отреченности, чтобы этот образ заиграл. В принципе, на камере мне это нравится. На фотографиях мне это тоже будет нравиться. А вот в жизни ярковато. То есть для меня все-таки этот макияж, он больше такой сценический, очень корпоративный. Друзья, я в полном разочаровании. Я не знаю, что происходит. Я смотрю в кадр, и мне не нравится особо, что получилось. Потому что карандаш все время норовился куда-то сбежать. Мне все время приходилось добавлять черных теней. Он куда-то, тени куда-то растворялись на этом карандаше. У меня просто дикая, понимаете, паника какая-то. Поэтому я думаю, выкладывать это видео или нет. Но мне кажется, видео имеет место быть на канале, для того, чтобы вы узнали, что просто не нужно покупать этот карандаш. У меня под глазами везде постоянно что-то выпадало. Такое ощущение, что уже с готовыми смоки тени линяли, отслаивались. Я не знаю, как это назвать. Я встречался с таким впервые. Образ в целом мне нравится. Но техника могла быть чище и лучше. Я смотрю, и я не получил удовольствия от своей работы. Но, в принципе, мысль, как это сделать, я донес. Поделился мнением о продуктах. Поэтому, мне кажется, видео имеет место быть на канале. Вот я показываю, что там опять что-то отваливается. И я совершенно не могу понять, что это такое. И у меня прям пропало настроение. Карандаш идет в мусерку. Мне не понравился карандаш, потому что в нем было очень много в растушевке каких-то пятнышек. Мне приходилось прибивать этот черный пигмент. Знаете, вот прям как насиловать Олечку. Но в итоге у нас все сложилось. Все сложилось, все получилось. Поэтому, если вы решите повторить этот образ, обязательно отмечайте свою фотографию в Инстаграме. Я обязательно скину вашу работу в историю. Мне будет очень приятно посмотреть, что вы там сделали. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Пишите мне в Инстаграм, в Директ. Я всегда отвечу и расскажу, что и как. Ну, вот так вот сегодня. Понимаете, странное настроение, странное расположение духа. Я выгляжу как шахматист, грузовик, дальнобойщик. Грузчик, грузчик, грузчик. Но, тем не менее, мы счастливы. Мы наслаждаемся каждым днем этой жизни. Мы жизни. Практикуется девочка Юля. Она у нас будет новым мастером. И она сегодня решила обесцветить волосы в открытой технике. Решила она это сделать 7 часов назад. И как до сих пор осветляет. Летает. 6 часов. А? 6 часов? Ну, я ошибся на час, девочки-мальчики. Простите. Я надеюсь, что я сейчас буду дома. Сложное окрашивание. Сложное окрашивание. В технике фирменной от Юли из Самарканда. Юля, кстати, моя землячка. Она тоже из Узбекистана. Мы с ней любим хурму, арбузы, дыньки. Персики. Персики, персики. Юля любит спелые самаркандские персики. Да, волосатые. Волосатые она любит. Фу! Огурцы? Волосатые. В общем, как вы поняли, Юля гурманка. Простите. Сейчас я буду фоткать Юлю и фотографию с этим макияжем. Вы сможете найти... Юлю? Крышечка уехала. Сейчас я буду фоткать Олю. И фотографии этой работы вы сможете найти на моем инстаграме. Rustem.beauty. Подпишитесь, пожалуйста. Если не подпишетесь, секса не будет 2 года. Вы помните, наша с вами коронная. Что если вы на меня не подписываетесь, но смотрите и слышите, то у вас не будет секса 2 года. Да. Так что ты подписалась на меня в инстаграме? У тебя есть 15 секунд, иначе у тебя не будет секса 2 года. Хотя я не понимаю, чего ты выдумываешь. Актер. Девочки мои, ну давайте внесем сегодня немножко позитива. И посмотрите, какой сегодня я красивый. Какой я сегодня волосатый. Теперь я точно волосатый персик. Да, девочки мои? Да, я, нет, я Хосе Родриго. Ну что, знаешь, это пьеса 2 сестры. У Чехова есть пьеса 3 сестры, а у нас сегодня пьеса 2 сестры. Вита и Вита. Теперь я тебя накрашу. Да. Если вы хотите видео, где Оля красит меня, пишите комментарии, зайчики. Сейчас мы с Олей пойдем в подсобку, и она будет меня красить. Именно. Именно красит. Ну что, давайте прощаться, мои писечки, а то я не то еще расскажу, что-нибудь сболтну. Ну ты теперь так себе, на моем фоне ты, конечно, сегодня уже так себе. Ну что, давай воздушные поцелуи. Увидимся мы с вами совсем скоро. В следующем видео. В субботу видео не будет, так как я в пятницу пойду выпивончики делать. Да, хочу потанцевать. Мы договорились неделю назад, так что в пятницу я иду танцевать. Видео снять не смогу, а сниму его в субботу. Я так тихо разговариваю, потому что я боюсь людей. А то фанаты захотят... Очень заметно, что ты любишь оставаться незаметным. А я всегда незаметный. У меня такая внешность, знаете, меня везде не могут забыть. Ну что, всем пока. Пока. Мы вас любим. Оля, ты всю жизнь, да, хотела это сделать? И тебя все равно видно. Ты посмотришь, теперь не видно. Ну давай, подписчики, делайте фотки с нами. Вот мы сейчас позируем. Скрины и присылайте. Пока-пока.